вот уважаемые дорогие подписчики и друзья я привез александра и внуков они будут уезжать в город на этом автобусе так как это автобус то здесь сына со скидкой пенсионерам и маленьким детям по две с половиной тысячи а это на такси будет дороже намного вот так будем грузить и пошел за другими вещами пошли вот есть багаж вот есть багажное отделение вот здесь вот так ложат сумки а где наши бабушка а где они пропали вот уже проверяют списки пассажиров внуки уже зашли я даже не попрощался ну ладно когда расставаться надо спокойно как будто они завтра придут а вот когда будем встречаться тогда будет встреча очень радостная думаю а так александр 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 И вот так вот, потому и смогли собраться, чтобы поехать в город Владивосток. Да, расставание, как говорится, все-таки иногда нужно, разлука нужна. Разлука укрепляет отношения. Уже по-другому пересматриваешь там отношения, например, мне с Александрой. И я сейчас буду уже думать, как вот, что я там плохого и обидного сказал. И в следующий раз это уже, чтобы не повторилось, буду стараться, конечно. Но так, скучать мне не придется. Остается теплицу надо поливать, грядки надо поливать, картошку. Еще и пропалывать надо. Но правда, у меня все маленькое, но все равно. Я-то не привыкший к огородничеству. Но постоянно, когда она уезжает, я вот что-то делаю. Ну и сам буду варить себе еду. Потому что настоящий мужчина должен уметь все. Ну, а она мне оставила, конечно, пирожков там настряпала. В первые дни я, наверное, буду питаться то, что сварила, постряпала Александра. А потом придется уже самому. Да, очень как-то и грустно. Но хорошо, что у меня Ангелина есть. И вот мы с ней все-таки будем созвонимся. Я приеду ее, заберу. Потом опять отвезу. Иногда придет ко мне, будет ночевать. А там у нее дома тоже еще одна бабушка есть. И еще тетя и дядя. Там много, короче, кого. Вот так вот. И потихонечку мы и живем. Ну ладно. На этом я прощаюсь с вами. До следующего блога. Ждите продолжения. А мы с тобой, Ангелина, давай, поехали.